Потому что никакого перемирия нет. Так это уже не первый раз, по-моему, у нас, когда говорят о перемирии, или о том, что мы о чем-то договорились, тут же начинается штурм. Нет, так вопрос в том, что договариваться это без людей, которые непосредственно втянуты в конфликты. Ну, людям никто не приходит, никто не говорит, о чем они договариваются. Не, ну за круглый стол же, что у президента садились, некоторые какие-то люди, которые якобы послали на Майдан. Ну, это проблема Майдана, субъективация Майдана, действительно, это проблема. Но, тем не менее, есть, даже не проблема в субъективации, есть некие тезисы, есть некоторые принципы, за которые люди стоят. Мы постоянно делаем опросы в эфире, что для вас победа. И это, честно, четко и понятно, когда Майдан скажет, да, окей, это победа, или когда он скажет, нет, ребята, извините, вы снова договорились за нашими спинами, и мы готовы сделать вам ответ, как вчера это было сделано. Да, ну, сейчас только что президент же выступил тоже с обращением к Дион, где он говорит, что он инициатор возвращения Конституции, инициатор президентских этих самых неочередных выборов. То есть, оказывается, три месяца стоял Майдан, а он сам инициатор. Стоп, стоп, вчера, вчера, все весь в социальной сети гудели двумя фразами. Трибунал и инистрация. Вот я спрашиваю у депутатов, скажите, пожалуйста, ну, вот мы говорили о том, что сейчас уже реально есть доказательства преступления, человек наделен полностью всей властью, но не пора ли создавать документы, искать документы и доказательства, и подавать в Галанский трибунал? Ну, однозначно, так и еще же этот экс-генерального штаба, он же заявил, что его дали ему команду, и он отказался эту команду. Это тоже является доказательством, что Виктор Федорович Янукович, президент Гранд Конституции, принимает решение о том, чтобы втянуть армию в процесс борьбы с протестующими. Это тоже доказательства? Есть доказательства. А кто тебе, вот это мне интересно, сейчас буду опрашивать депутатов, собирают ли они идти доказательства. А, по-моему, они об этом даже не думают. То есть они не думают о том, что есть еще механизмы влияния. Новый процесс идет, новый процесс, деление должностей. Поэтому у них другая мысль сейчас в голове. Я поняла, спасибо за комментарий. Да, вот так вот мы пообщались. У меня тоже впечатление складывается, что здесь в ради неадекватно воспринимают то, что происходит. Ну, лично, действительно, поспрашивав нескольких депутатов, пообщавшись, пообщавшись с журналистами, я понимаю, что надо возвращаться на Майдан, потому что там, по крайней мере, понимаешь, что происходит в стране. А здесь такое впечатление, что люди настолько оторваны от людей, настолько не понимают, что происходит, настолько не то, что не контролируют ситуацию, не понимают, к чему это может привести. Снова вот договоренности такого типа, да, а потом, каким образом, мне же интересно, как это будет доноситься дальше. Неужели оппозиция думает, что выйдя на сцену Майдана, сказав этих пару фраз, можно успокоить народ? Ну, очень мне интересно некоторые вопросы узнать. Во-первых, каким образом будет формироваться тот же, ну, то же правительство. Мне интересно, каким образом Янукович и компания смогут снова уйти от ответственности, или есть какие-то другие варианты. Вот мне интересно, собираются вообще какие-то документы, доказательства на Афгарский трибунал. Вот на самом деле сейчас можно изменить страну. Сейчас реально можно очень многого достичь. Люди погибли за свободу, люди погибли за свои права. И что мы видим сейчас? Хотя, с другой стороны, надо тоже понимать, что нужно входить в правовое поле и каким-то образом все-таки находить способ решения. Очень сложно это делать, когда, с одной стороны, к тебе требуют, чтобы ты была в правовом, ну, чтобы мы были в правовом поле, с другой стороны, я сами же выход из этого правового поля. Как можно было отдать приказ стрелять снайперами на поражение? У меня есть жуткие фотографии про стрелянных касок, стреляли просто в голову. Умер человек, я покажу об этом в эфире. И, ну, ну, такое прощать нельзя, как у меня. Мне кажется, что должны быть наказаны виновные, иначе будет полная безнаказанность и хаос. Иначе все остальные будут думать, что они всегда смогут уйти, уехать, улететь. Кстати, у меня сегодня, снова-таки, я думаю, что у нас в кинотеатрии мы это покажем, огласим. Дело в том, что есть не распечатки, распечатки, чартерные передвижения, да, вот есть информация о чартерных передвижениях, Европу и возвращение назад. Я знаю, что не все, кто хотел улететь вчера, у них удалось это сделать. Мы сегодня постараемся это показать. Мне айтишники показали эту информацию. Надо просто ее обработать. Труб не хватает, честно говоря. Работаем в этом направлении. Я иду, скорее всего, на Майдан. Я не буду ждать решения о подписании. Это уже технический момент. Мне интересно, что происходит на Майдане, как люди воспринимают то, что здесь происходит. Ну, в конце концов, узнать мнение людей, которые там стоят, согласны ли будут на такие меры. Продолжение следует...